Символично, что церемония открытия столь значимого реабилитационного центра для детей с инвалидностью приурочена именно ко дню защиты детей. В своей речи глава государства в первую очередь поблагодарил соотечественников за их вклад в строительство оздоровительного комплекса. Чтобы воспитать разумных и здоровых детей, необходимо оберегать их от различных заболеваний и проводить регулярную реабилитацию, потому что будущее нации тесно связано с детьми и их крепким здоровьем. Президент выразил надежду, что оздоровительный комплекс будет преобразован в медицинский центр, оснащенный ультрасовременным медицинским оборудованием. Немаловажен тот факт, что комплекс расположен на северном берегу великолепного озера Иссык-Коль. Как известно, климатические и бальнеологические условия нашего озера очень благоприятны для оздоровления и восстановления. Надеемся, что отделение аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии будут успешно восстанавливать и укреплять здоровье наших детей. Буквально вчера восьмилетние Айзереку, которые диагностировали врожденный порог сердца, сделали операцию, после чего девочку успешно выписали. Сейчас ее состояние медики оценивают как стабильное. Десятилетняя Ширин также сделали операцию на сердце. У нее такой же диагноз, как у Айзерек. Родители узнали о болезни дочери только в декабре прошлого года. Мы думали, что у нашей дочери ревматизм и часто ходили по врачам. После выяснилось, что у нее порог сердца. Благо, операция прошла успешно и мы очень счастливы и благодарны медикам. Вчера прооперирована эта девочка с диагнозом врожденный порог сердца, дефект межпицерной перегородки. Значит, девочке выполнена так называемая операция МИКС, то есть с правосторонним доступом, который преследует такие цели, чтобы не резать грудину, а сделать такой косметический, скажем, эффект. В центре есть отделение детской соматики, включающие в себя реабилитационную помощь детям с ортопедическими, кардиологическими, аллергологическими, пульмонологическими, хирургическими и неврологическими заболеваниями. Функционирует также центр кардиохирургии, оснащенный экокардиографом, имеющий операционную и реанимацию, где уже успешно прооперированы 15 детей сердечно-сосудистыми заболеваниями. С сегодняшнего дня по 15 сентября этот центр будут посещать дети из малообеспеченных семей из разных уголков страны. Каждые 10 дней здесь будут принимать 250 детей. Тем самым мы будем развивать перспективу многих отраслей медицины, в том числе инновационные хирурги, кардиохирурги, пластические хирурги и другие хирурги, которые на сегодня у нас хромают и некоторые отрасли на сегодня не существуют. Поэтому благодаря поддержке нашего президента мы в ближайшие 2-3 года будем заниматься одним из первейших мест в Центральной Азии. Напомним, в марте прошлого года глава государства посещал оздоровительный реабилитационный центр Алтым Балалык и поручил начать его реконструкцию. В октябре 2021 года был объявлен благотворительный марафон по сбору средств для запуска центра. Признавая важность данного центра для здоровья детей, все медицинские работники, министерства и ведомства, неравнодушные граждане, а также партнеры по развитию системы здравоохранения внесли свой вклад для ремонта и строительства центра. Улан Касенов, Азамаджапака, Фалато-24, город Чолпаната.